Девушки отдыхают 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 Давайте просто коснемся одной такой темы, которая хотела скоснуться. В-первых, что было так важно Мушарабейну именно войти в Святую Землю. Есть тут две темы. Одна тема, это переводится в конце метра Шрама, в хумиш дворин. Потому что Мушарабейну не хотел умирать. Спасил Всевышнего, что он лишил его смерти. Но тут тема другая. Это касается последних глав Дегидворин, Ваялых и так далее. Тут есть другая тема. Тема войти в Святую Землю. Казалось бы, чего не хватало Мушарабейну вне Святой Земли? Ну, мы можем сказать, что в Святой Земле это место храма, место присутствия шхины. У Мушарабейну все это было вне Святой Земли. И храм, и присутствия шхины. Все это было. И наши мудрецы говорят нам так, с вопросом, чего не хватало Мушарабейну? есть плодовы Святой Земли? То есть для другого человека это было важно. Там есть намек, что плоды Святой Земли, они некоторых святостей приближают ко Всевышнему. Но Мушарабейну на его уровне это было совершенно ненужно. Так чего не хватало Мушарабейну? На это есть ответ. Нашим мудрецом, на самом деле этот ответ, он есть в нашей главе более, так сказать, открыто. Сказано в положении главы, что Мушарабейну выделил три города убежища на восточном берегу Иордана. Хотя они, так сказать, еще не имели силу, так сказать, охранять ненамеренного убийцу. Они еще не стали Ирмиклад, городами убежищем, пока не были выделены из другой стороны Иордана. Почему? То, что он мог, он мог сделать. В этом сказано, хахам лев, иках митсвот. Мудрец сердца возьмет заповедь. В этом же говорится еще при выходе из Египта, когда навечно народ собирал добычу Египта при выходе, то Мушарабейну искал, как поднять гроб Йосима, чтобы вывести его в святую землю. Такая даже мудрецы, что чего хотел бы Шарабейн, то есть много заповедей, которые связаны именно с святой землей, которые не исполняются ни с святой земли, он хотел бы стоить со всех заповедей. Давайте просто вдумаемся в этом. Мы же поменяли количество молитв, которым Шарабейн умолился, пока Всевышний был вынужден его остановить. Есть такие слова нашему мудрецу, что если бы он сказал, чтобы он остановился, иначе Всевышний был вынужден принять вещи, какие просто нельзя даже сказать, но иначе бы он принял его молитву. Видим, как было важно Мушарабейну удостоиться цельного исполнения Тора также и в святой земле. И если немножко коснуться этой идеи, то мы сегодня не умеем ценить, вообще правильно понимать великое достоинство уливания святой земли, то, что мы достойно здесь жить, заниматься текстурой, молиться, спать заповеди, этого не достойность тысячи лет изгнания все наши предки. И люди, которые выросли еще в период между мировыми войнами, когда перешли через изгнание русские лагеря, немецкие лагеря, просто изгнание, потому что у них, конечно, переход на святую землю это совершенно другая. А вот для нас, к сожалению, становится это пребывание, то, что называется, тем более детям, которые здесь рождаются, растут, он может обратиться в Митцвастановщий и Миломодом. Ну, мы же в Росстове будем быть выросли, привыкли тут, ходим какие-то тевулим. Я для ощущения великого дара, которому я стою. Наверное, по-настоящему уже стоит понять, понять, достоинства, которые есть в этой святой земле. И вот Мушарабейну еще все эти достоинства здесь есть, они были и вне страны Израиля. Он шел вместе с Ирнастым храмом, Шахина служила в здании Израиля, были приносили все жертвы. Мушарабейна сам выносил святком Тора, который спускал с неба. При всем при этом ему не хватало заповедей, связанных с землей Израиля. кстати говоря, наши монастырицы не говорят, что он хотел здесь ползаповеди поселения в Развестраве. Об этом не говорят. Не упоминается здесь. А именно достоинства ползаповедей, связанных с святой землей, хотя может это тоже в частности. теперь поставил еще один вопрос. Были ли молитвы Шарабейна только его частным желанием каждого еврея? Он тоже хотел застояться войти в святую землю. Это было нечто более широкое. Это вход Мушарабейна в святую землю был изменил, если бы он это сделал, все наше обоснование святой земли. Тут хочу коснуться нескольких вещей. Тут опять же в чем достоинство для нас святой земли, сейчас с Иерусалимом, это сегодня единственное место для возможности еврея для отношения жертв в храме. Известно большая часть истории связанных с храмом. Это все заповеди связанные с землей Израиля. Но это реально не все. В этого Иерамбана и Раши что полная сила всех заповедей есть именно в разрисовании. Что это означает? Вес вес того, что человек одевает филин в Святой земле выше и больше чем он делает то же самое в Веглане. В чем вообще как это можно понять? пускай заповеди связывает нас со Всевышним. И истинное место этой связи это имя Святая Земля. тут связь возможна на более высоком уровне с большей глубиной и реально и реально на Святой Земле наши заповеди имеют больших сил, в том смысле больших сил и имеют больше влияния на пути правления Всевышнего. В заключе мы же коснули стрелка храма законов связанных с землей Израиля в целом всей Тора. И еще две вещи. Это Тора для изучения и вроде бы эта часть тоже к Машей не относилась. Шей получил всю Тору которую мог постичь то что Всевышний выдал ну можно подумать об этом может быть он мог получить больше но как-то я не думаю потому что то что Машей получил поднясь ко Всевышнему не знаю могло получить больше но если мы коснемся действительно Тора для всего нашего народа то безусловно есть особый статус у Святой Земли то что касается имени изучения Тора есть такие слова мы всех знаем кем ци он тей ц той и с он в дит Тора и двор ш Мир уш лаем и слово Бога из Иерусалима это мы сейчас спущем что тот кто учил Тору в Святой Земле он равноценен двум годах учился вместе из земли Израиля а тот кто учил Тору за границей и приехал Святую Землю он с той двух получил Тору есть такие слова воздух Святой Земли воздух земли Израиля он добавляет мудрости еще одна тема коснемся ее вы известны уже что здесь храм и даже сегодня когда разрушен храм стена плаща котель моровин это место особое для молитвы одно из вещей которое было храм это место молитвы гляньте в книгу молохин молитву и все слова шлюба мелых из родительства храма одно из храма было молитвы опять же известно и в изгнании в изгнании народа Израиля направление молитвы или хотя бы сердцами молитвы направляются в небеса через землю Израиля Иерусалай Миракойдиш храм и святая святых то есть реально путь связи с свящей молитвой он тоже связан непосредственно с Израиля это приводит книга Шарей Ойра на войсках молитвы средневековья на весе гектиля что по сравнению с то есть Эрди Строй это совершенно особое место молитвы даже великий Хавицхай ему нужно чтобы молились за него он послал письмо или сеграм на святую землю подбеж и здесь с ним помолились из коротчика двадцать скажем просто одно очень емкое определение святая земля это место связи с Творцем это близости к Творцу это реально включается все это место жертвоприношений это место особенных заказ заповедей которые связаны с святостью земли это в силу близости к Творцу это больше это место большего раскрытия Торы чем другое как мы уже говорили не раз что Всевышний должен быть вместе с Торой это место молитвы еще одна вещь тоже касается вопрос что мог бы сделать Машир Абейну если бы он дам вошел святого земля если молитвы было принято есть одно очень такое емкое замечание что в отличие от деяний царя Соломона тем более наше князь Тагдула имеется духа который был разрушен с князь завета в святилище временное в пустыне то что в нем было осталось навечно то есть в храме стояло тот самый ковчег завета который был сделан в пустыне он не был разрушен он спрятан в глубине храмовой горы еще до того как возложил храм и реально я вижу такую точку зрения что сегодня святость места храма и святость Котеля и все прочее все это источники в этом частности в силу того что там находится и сегодня в святилине завета который построен в шарабе то есть это просто вещь просто короче говоря о шарабейном то что он сделал это не было разрушено есть точка приводит запомнят в имя виньского гора что если шарабейном вступил в святую землю построил бы храм то не было больших тани шарабейн и хотел вводить в святую землю действительно приблизить то что называется тикун ашалем шарабейном общество правления мира и приход на шиаха и так далее есть тут в нашей главе нашего великого учителя нацила Эмми Довар его объяснить в этих вещах вещи не противоречены другому наоборот не дополняют что дополняют я это объясню говорить нацилим что шарабейном хотел вводить в святую землю чтобы здесь в той земле основать по-настоящему серьезное изучение Тора и Толбота эти вещи немножко поймем казалось бы шарабейн даже учил народ Торе 40 лет почти 40 лет с момента получения до его смерти чего бы не хватало в святой земле но есть тут это это не просто понимаете обещать Тору обещать Торе людей которые находятся под облаками славы они живут вроде бы обычной естественная жизнь это одно дело основать Тору в той земле так чтобы весь народ был связан с Торой изучением исполнения находясь уже выйдя из под облаком славы видимых выйдя из под открытого наблюдения Творца который был открытым и явным в пустыне каждый гречник медленно наказывался когда уже как бы народу Израиля требовалось жить в этом мире более путями этого мира вот именно в этой ситуации требовалось внедрить силу Талмуда во все сферы жизни нашего народа на святой земле чтобы это сила Талмуда это место было подходящее как мы уже говорили воздух святой земли против мудрости и реально так как замысел святой земли как мы уже говорили это место близости с Творцом то и Талмуд изучение Тора это тоже это та связка связанная с Творцом то одно бы другого дополняло другого дополняло то есть мысли вроде бы внешним это Тесторолер это тот самый сосуд точнее это тот самый дом в котором есть связи между всемышним народом Израиля точно так же как молодая пара которая женится их провожает в их дом как говорит ран мы дарим понятие несуин хупа это еще из мест в Торе подшат мат то есть бейт иша но дор буквально женщина находится в доме своего мужа это бейт иша дом своего мужа для нашего народа это был именно Розеслав ну и кроме того и связь есть бейт иша дом всевышний распятая земля это храм и есть мусульное задержание это то что все мы весь наш народ прилепился бы к воле дворца которая раскрывается в Торе который мы постигаем тяжко тратить на Торе и короче говоря мы снимем это так в прошлой главе говорится что всевышний был недоволен тем что род Израиля принял совет Итру были судьи судьи десяти пидесяти и так далее от кого получили Тора лучше от того кто от вашей рыбы получил от Всевышнего точно так же если мы говорим о раскрытии Торы в этом мире не в тепличных условиях пустыни некогда все обеспечены вопитанием как ман некогда окружают благославие а в в рамках земной жизни вот если бы основал на святой земле Мушарабейну заосновал бы это же называется Бейта Талмуд дом учения то есть это реально он бы сделал всю страну Израиля дом большим домом учения хотя это вместо него делал его ученик Иешу Бену но при всем при этом он был велик в Торе Иешу Бену сказано что Мушарабейну Трама Синай Мушарабейну Тора а с высшим вытрахнулся на Гарри Синай и передал Иешуа Иешуа И всех тех великих которые были в пустыне именно Иешуа был тем кто получил Тор и безусловно что Иешуа много чего дал нашему народу и на смысле Тор он передал Тору сгинимое тоже первое мечное но реально если бы наш учитель Мушарабейн пришел с нами в Святую Землю то то чем бы он нас учил на Святой Земле то как он бы внедрил вот так показал путь и наставил нас как жить с Торой полноценно уже в рамках то же называется Дерех Эрец раздела земли каждый своим виноградник и так далее то безусловно это была бы сила совершенно другая вы сочетаете вот три вещи святость нашей страны святость храм та особая сила которую Мушарабейн мог дать среди храма сила 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 установления в Святой Земле всей дома учения это те вещи которые бы условно если Мушарабейн вошел в Святую Землю они бы изменили бы чрезвычайно изменили бы весь характер поселения наших отцов на Святой Земле и в этом отношении молитва Мушарабейна была не только самого себя в Ростовице Святой Земли он хотел завершить то что начал уже говорили Мушарабейна называли он любил наши роды из Египта но выходить из Египта это не был конец освобожения шпиш трамбан шпиш трамбан конец освобожения это было среди Мишкана в нашем народе но конечно завершением завершением этого освобожения было бы среди храма и на Святой Земле так чтобы больше не было изгнаний напомню просто одну вещь которую все знают напомню мы пасхальный вечер на Седере пьем четыре бокала они соответствуют четырем словам которые означают выход из Египта освобождение есть такое понятие пятый бокал мы реально нашли пятый бокал мы наливаем еще один бокал называется кос Ильяу бокал Ильяу этот бокал это это символ окончательного освобожения и прихода Машиех это кос Ильяу Ильяу придет сообщить о Машиех называется предвестник то что про возвращающий освобожение напомню еще одна вещь если мы конечно вспомним пасхальный седер первая часть его до Сеуды касается выхода из Египта а вторая часть касается молитв мы говорим в следующем году она построена в Иерусалим Маши Рабей но хотел завершить то что начал завершить то что начал и то что Всевышний сказал еще не пришло в этом время это не ты будешь делать это все и седер и Эти вещи немножко еще объясним. Мы еще, надеюсь, не забыли про Теша Баав, про изгнание. У нас есть три столпа в этом мире. У нас остался только один полноценный устой во вседержке. А то, что мы потеряли служение, это понятно, у нас есть храм. У нас нет огромной части Торы, которая называется имя служением в храме. Реально, даже, что касается молитвы, молитва принималась больше, чем вне храма. То есть, поднижение Торы тоже было связано с храмом. Поэтому, как известно, Сен-Сен-Дрин, большой Сен-Дрин вместо было в храме, он сидел наполовину. Это было место, которое половина находилась в месте освященном, половина не освященном, но это было место Сен-Дрин. Почему? Потому что и мудрецы Торы черпали свою мудрость об изнижении Торы из святости храма, из той близости, которая была со свящим в силу храма. И то, что реально мы потеряли при изгнании. И, условно, и после изгнания у нас осталось то, что осталось в Торе. Об этом тоже говорится. Толма Торек негет кулам. Точнее, Торек на всему. Но, реально, то же касается Мошара Бейну, вот видите, на тот устой принятия добра, он изменяется ни в святой земле, ни в несвятой земле. То же касается именно столпов, основ Торы и служения, то их основное место – это святая земля. Поэтому Мошара Бейну хотел, я бы сказал так, в святой земле поставить мир на прочное основание натуру полноценную святой земли, на полноценное служение святой земли и на полноценное творение добра. Хочу коснуться одной, так сказать, очень актуальной темы. Ну, мы сейчас пережили большой болью из-за погибших наших братьев в Газе месяц. Месяц, месяц войны. В одной стране мы наблюдали удивительный щит, удивительную защиту всего нашего народа. Это, в частности, касается, где-то очень много. Как вообще для Всевышнего важен каждый еврей, как он любит каждого еврея, даже тех, кто далеки от него. С другой стороны, мы реально видим, как будто бы бессилие избавиться от наших врагов. Их побеждают, их убивают. Но они, как мухи, вылезают заново. Самые, как черви. Как бы сказал Тарапинкос такую вещь? Нельзя воевать с муравьями и с кобрами. Нельзя с ними воевать. И реально, тут есть для нас очень большой урок. Урок очень простой. Миром правит Всевышний. Наши враги имеют некую собственную силу. Они имеют в силу только одной вещи. В силу наших грехов, в силу зла, которое мы, не дай Бог, приносим в мир, это зло порождает все-все то зло, которое они обращают против нас. Это зло не побеждается ни самолетами, ни вертолетами, ни танками, ни ракетами. Даже не великое сопожертвование наших братьев, которые воевали в Газе. Мы люди религиозные. Это дело точно с верой, с верой Творца, ради защиты всего нашего народа. Безусловно. Но это, безусловно, оказало свое влияние свыше, безусловно. Но корень проблемы это не решило. Корень проблемы – это зло. А зло есть источник. И источник – он в нас. Поэтому, если мы говорим сейчас… Знаете, в чем вообще, в чем мы ждем от прихода Машея? Мы ждем того, чтобы все зло обратится в добро. Мы ждем, чтобы все это весь этот ужас, когда люди любят убивать, когда люди любят творить зло. Этот ужас кончится. Я не говорю просто про наше спасение, про наше властвование. Я говорю сейчас о том, чтобы в мире раскрылось добро Творца и чтобы исчезло этот ужас зла. Но этого – это не достигается танками. Этого надо нам. Это зло – искорить из самих себя. И просить Всевышнего, чтобы он привел Машеха. Не ради помощи нам исправить овердрафт в банке. Или, кажется, какие другие проблемы. А чтобы, действительно, в мире раскрылся мир Творца. Мир добра. Мир доброзияния. Мир света. И чтобы все это зло, которое из мира ушло. Как мы говорим в молитвах Росшана и Кипра. И все зло, все преступление в мире разведется как дым. Почему? Потому что ты уберешь власть, владеяние в мир. И это мы сейчас… Мы говорим сейчас про Рождество Сроя. Это очень важная вещь. Но, знаете, эта вещь, что Рождество Сроя – это место, где чудеса, они более открыты, чем в других местах. И если вы сейчас достойны такой великой защиты, это великий удар, надо очень много благодарить. Но надо помнить еще одну вещь. Что мы здесь не живем по законам природы. А наша жизнь зависит от чего? От исправления, от жизни по Торе, жизни с Торой. Поэтому, если мы хотим удостоиться Мащеха, если мы хотим удостоиться исчезновения зла, исчезновения зла, надо обратиться в нужное направление. То, что говорит, в частности, Нациф. Основать… Мы сегодня не можем оставать храм. Мы можем усилить и обосновать Тору максимально, в частности, на Святой Земле и на других общинах. Потому что это отлоп всего. Великий Талмуд, который приводит к исполнению. Сказано, что Всевышний создал дурное начало, он дал нам также лекарства против него. Против него. Против него. И, если мы хотим победить зло, нам нужно заново оставать Тору. Везде, где можно, на Святой Земле, на Несвятой Земле. В первую очередь, в нас самих. В наших семьях, в наших детях. Это тот путь искреннего зла, который мы можем извлечь из Тору. Всего хорошего. Поехали. Против», чехот. «onen минуту». Прилаг Shelton. Вpa, к икон ansи. makers.